ВОДЯНОГО ДРАКОНА Если задать себе вопрос, что у нас ждет, будет нормальная жизнь. Сложная, непростая. Мерлин Монро и Одри Хэбберн. Китч или готика? Супергерой на подиуме и какие цвета в моде? Что будем носить в год дракона? Мы можем сочетать совершенно несочетаемые вещи. Мы можем сочетать несочетаемые стили, несочетаемые цвета. Невозможные по совместимости орнаменты. Модный прогноз и политпредсказания в программе Гороскоп от Кутюр. Разрез на юбке позволяет идти в ногу со временем. Тамара Клейман. Что год грядущий нам готовит? Уходящий год запомнится нам кровавыми революциями в Северной Африке, в Тунисе, Египте, Ливии. Многотысячными митингами и демонстрациями захватил Уолл-стрит по всей Америке, Англии, Италии, Германии, Франции. И это протестное движение все ширится. Усугубляется финансовый кризис. Еврозона висит на волоске. Таким запомнится нам уходящий год кота. Новый 2012 год – год водяного дракона. Дракон – это всегда блеск, слава и власть. Это тот воздух, в котором летает дракон. Поэтому, естественно, вот замечательно, что у нас выборы в 2012-м, и не только у нас. Такой год приурочили все выборы, кто мог, к году дракона. И почему-то не 1 января, не 2-го, а именно после 23-го, когда уже дракон в полной силе. И в это время, естественно, хорошо живется демократом, реформатором, преобразователем. Потому что дракон, он же не может все оставить как есть по определению. Ему надо что-то менять. Но преимущественно драконы больше любят все менять путем преобразований, а не революции. И войн, хотя, естественно, на долгом веку драконов случалось и то, и другое. Самый важный вопрос, который волнует без исключения все человечество – что будут носить в год дракона? Какие капризы выкнет мода? По мнению наблюдателей, ответ на этот вопрос так же сложен и противоречив, как и прогноз погоды на год. Итак, кто в моде на этот год? Одри Хэбберн или Мэрилин Монро? Мы живем в то время, когда модно абсолютно все. То есть модные женщины в стиле 40-х годов, и в стиле 50-х, и в стиле 60-х. Моден облик Одри Хэбберн и Мэрилин Монро, вот таких совершенно диаметриально противоположных женщин, и по характеру, и по стилю жизни, и по внешности. Модные такие дивы из 70-х, в стиле студия 54, и по эпохе Энди Ворхола, совершенно другой типаж красоты. Модные экзотические такие вот дивы, и так далее, и так далее. То есть на самом деле мы живем в очень демократичную эпоху, когда каждый мужчина и каждая женщина, ну, прежде всего, конечно, женщина, она больше зависима от моды и больше думает над своей внешностью во всем мире, вот может выбрать тот стиль, который соответствует ее духу и ее внешности. Мода – это форма безобразия, настолько невыносимого, что мы вынуждены изменять ее каждые полгода, говорил о моде известный английский писатель-драматург Оскар Уайльд. С этой точки зрения в модных тенденциях ведущих кутюрье безобразное и прекрасное соседствует на подиумах в стиле китч – модном хите нынешнего сезона. Теперь китч – это возможность для человека, это имеет в виду и дизайнер, и, собственно, человек-покупатель, и человек, который сам создает свой гардероб, потому что мы же не одеваемся в тотал-лук, мы сами выбираем из своего гардероба то, что нам нравится. Мы сами создаем комплекты, мы сами как бы соавторы модные. И имейте в виду, что мы можем сочетать совершенно несочетаемые вещи, мы можем сочетать несочетаемые стили, несочетаемые цвета, невозможные по совместимости орнаменты. Кроссовки можно надеть к смокингу, если говорить о мужчинах, можно прийти на вечернее мероприятие, опять-таки, там, в батлоне и в пиджаке, или без пиджака, вовсе я уже не говорю там о галстуке, о бабочке. То есть нет никаких пределов ни совершенству, а, наоборот, никаких пределов несовершенству. Дракон – символ власти. В Древней Персии, если у царя не было наследников, царя выбирали специально собранные астрологи. Они рассматривали гороскопы младенцев мальчиков и выбирали достойного. Причем предпочтение отдавалось мальчику-дракону, ибо считалось, что именно он сможет добиться процветания страны. Высшие, лучшие драконы – это те, кто власть получает и пользуется ею на благо народа, на благо страны, и страна при драконах, как правило, процветает. Поэтому такой, в общем-то, хороший год, да, то есть могут приходить к власти очень такие сильные правители, ну и харизматики, и эрудиты, и просто люди, у которых есть воля, которые не боятся ответственности, и которые предпочтут сгореть, чем что-то оставить недоделанным или сделанным не так. Они стремятся к совершенству, им хочется все сделать так, как положено, так, как должно. Среди политиков, родившихся в год дракона, много выдающихся государственных деятелей. Это великий китайский реформатор Дэн Сяопин, благодаря которому сегодня Китай стал мировым лидером. Это генерал Франко, с именем которого связывают процветание Испании. Во Франции это Франсуа Миттеран, проводивший социалистические реформы, национализацию крупных отраслей промышленности, введение восьмичасового рабочего дня, снижение пенсионного возраста. А у нас это Алексей Николаевич Косыгин, первый серьезный реформатор социалистической экономики. Че Гевара, Мартин Лютер Кинг, Назарбаев и Путин Владимир Владимирович. Поэтому он сам дракон. Выборы в год дракона. Ну, просто я считаю, что выборы созданы для Владимира Владимировича. Что касается драконов у власти, здесь имеют больше шансов те драконы, которые получили власть после 40 лет. Нет. Молодым драконам они могут сгореть в собственном огне. Слишком большое пламя, и как саламандры, они там и сгорают. Поэтому вот те, кто после 40 власть получил, они ее уже не теряют и распоряжаются ею вполне разумно. И еще вот дракон, прежде всего, это все-таки власть. 2012 год – это еще и год президентских выборов в России. Не надо быть Кассандрой, чтобы спрогнозировать их результаты. Последние митинги, проходившие в Москве и других городах, четко показали, что, несмотря на массовое недовольство результатами думских выборов, реальной альтернативы Владимиру Путину в стране нет. Это понимают и сами оппозиционеры. Большинство людей в России, абсолютное большинство, это мое убеждение, понимает, с властью нельзя говорить языком ультиматумов. Точно так же, как власть не имеет права говорить языком ультиматумов с большинством. И если кто-то сейчас будет ставить власти все новые и новые ультиматумы, то, естественно, всякое действие рождает противодействие. Но чего хочет большинство? А мне кажется, что большинство, и те, кто ходил на митинги, и в основном те, кто не ходил на митинги, они выражают одну великую русскую мечту. Жить по закону. Жить по закону. Чтобы закон был один для всех. Более того, количество людей, которые хотят этой жизни, оно увеличивается. И мне кажется, что, по сути дела, многие говорят, я долго не верил, но мне кажется, что сейчас есть шанс. Мы скоро увидим нового Путина. Мы увидим Путина, который ряд своих задач основных по собиранию страны, по предотвращению хаоса, на разрухе выполнил. И новый Путин, который будет расширять социальную базу за счет среднего класса, потому что средний класс выступил очень мощно. И он не выступил в поддержку какой-либо партии. Он выступил именно за торжество закона. Возможно ли в России повторение арабских цветных революций? По статистике, в год дракона во всем мире не было ни одной революции. Напротив, в 1724 году Российская империя входит в разряд мировых держав. В Санкт-Петербурге открывается Академия наук. Начинается новый этап модернизации страны. Грядущий год не будет исключением. Если задать себе вопрос, что нас ждет, будет нормальная жизнь. Сложная, непростая. Но я убежден, что никаких снежных, подснежных и внеснежных революций, которые нам готовили тетушка Клинтон и ее друзья, у нас не произойдет. Тема агрессии стала доминирующей в новом сезоне. Она проявляется почти у всех ведущих кутюрье. Большое количество браслетов, заклепок создают ауру садомазохистских оргий, переносят нас в мир роскошных борделей. Практически все дизайнеры так или иначе отдают дань этому направлению. Мода не может стоять в стороне. И дизайнеры, они могут невольно даже, они могут притворять в коллекциях те посылы, которые существуют в воздухе, которые очень важны для людей. Поэтому я бы сказала, что тема агрессивной сексуальности от вот такого яркого фетишизма этой шпильки платформы, которую раньше только на подиумах можно было увидеть, где танцовщицы в эротических кабаре их используют, как такие яркие, агрессивные такие символы в порной индустрии. Теперь они в любой коллекции дизайнера. И каждая женщина может их надеть и почувствовать себя вот такой вот хозяйкой жизни и такой сексуальной богиней. То есть это такой очень важный момент. Эта мода очень долго держится довольно-таки. Это, значит, кожа и латексы, о которой я говорила. То есть такой тяжелый артиллерия такая и до совершенно легких вещей. То есть это прозрачные платья, которые вроде бы не выглядят агрессивно, но они прозрачные. Смотрите далее. Вампиры или готы? Что будут носить в следующем году? Это черные одежды, это кожа, это темные ткани, это некая такая вот мрачность в костюме. Финансы поют романсы. Что год грядущий нам готовит? И кто работы не боится, а те люди, собственно, пройдут этот год без особых потерь. Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм, утверждала Коко Шанель. В новом году женщинам не грозит показаться слишком старыми. Ведущие дизайнеры постарались вернуть женщин в подростковый возраст. Сейчас одна из самых таких актуальных линий это платье школьниц. То есть белый воротничок круглый, маленькое такое черное платье, но оно может быть разных цветов, оно может быть в том числе и прозрачное. Но смысл в том, что эти наряды предлагаются не для девочек. Они причем могут выглядеть кукольными, они могут быть маленькими-маленькими. Но на самом деле они предполагают владелицу уже искушенную, искушенную в любви. И как раз вот эта вот игра в девочку-подростка, она очень актуальна. Если даже взять деловые костюмы, то есть строгая юбка, карандаш, жакет, блуза, то тут мы тоже увидим очень много примеров вот этой агрессивной показной сексуальности. То есть это разрез до бедра на юбке, это, опять-таки, прозрачные ткани, это очень какие-то облегающие, скажем, жакеты, это подчеркивание, всевозможное подчеркивание груди, акцентирование талии и бедер, и так далее, и так далее. И в этом смысле перебираются самые разные эпохи. То есть там от 20-х годов до ярких 80-х, тоже сексуально-агрессивных. То есть здесь все как бы идет вот так вот в подбор, можно сказать. Все эти модные изыски весьма сочетаются с годом дракона. Превыше всего драконы ценят свободу и независимость. Они никогда и никому не позволяют диктовать себе условия и навязывать свою волю. Драконы категорически не приемлют бюрократии, они способны проникать в суть вещей. Это год запретов на всякую волшбу и магию. Надеяться нужно только на свои силы. В 1316 году инквизиция поставила волшбу вне закона. Причем к еретикам приравнивались все, даже если помогали с голодом бороться, сеяли что-то доброе, все равно надо было их всех жечь. В 1484 году издан молот-ведьм печально известный. А в 1568 году испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. Вот так вот скромно. Все они еретики и всем им смерть. Поэтому, в общем-то, гонения на ведьм могут иметь место. Другой вопрос, кто будет ведьмами? Потому что еретиками были, извините, в сталинские годы отнюдь ни колдуны, ни шаманы, ни астрологи. Поэтому вот кого коснется, трудно сказать, но какие-то вот такие гонения, скажем, за идею, если глобально говорить, могут тоже быть. И могут быть, естественно, в год дракона опять-таки реформы, дай бог, когда они совершаются мирно. Но это же и год, все-таки это были годы подготовки революции в большей степени, чем их реализация. Поэтому все-таки больше мирный год, но в то же время, если нападали на кого-то, то тогда дракон этой страны поднимался и защищал себя в полной мере. Все это четко проявляется и в модных линиях на подиумах. Угроза войны сдвинула предохранитель в мозгах самых востребованных дизайнеров модной одежды. Тема войны, военной формы, перешла из казарм на подиумы. Причем все это переосмысленно законодателями моды на современный манер. В этом году в моду входит стиль милитари ретро. Очень интересна попытка опять-таки максимально облагородить военный костюм. То есть наряду с цветом хаки, с формами сапог и так далее. То есть то, что мы видели много десятилетий подряд, вот такой классический милитари, который восходит к современной униформе, как, скажем, российской, советской, так и американской, конечно, в большей степени. Она такая очень популярная. Мы видим сегодня несколько другую тенденцию. Это обращение к костюму 19 века, скажем, и даже местами к костюму 18 века. Ну, скажем, очень показательная коллекция, например, Маскина, где есть тоже галифе, фуражки, какие-то отсылы казачьи даже, например, в форме. Очень интересные. Вот у Александра Макуина тоже самое есть. Где-то бурка, где-то, значит, аксельбанты, где-то ипполеты, там, золотое шитье. Еще одной модной тенденцией в год дракона станет возвращение героя готических романов. Длинные кожаные плащи героев Матрицы, черное длинное платье, подчеркнутое белой или алой окантовкой, высокие воротники, готический стиль завоевывает ведущие подиумы мира. Идет возвращение к дорогим тяжелым тканям типа жаккарды. Готика, она очень разноцветная, она очень яркая, она очень красивая. И вот, скажем, в коллекциях покойного Маквейна мы можем видеть прям вот копии со старинных картин, перенесенные в сегодняшний день. А с другой стороны, есть эстетика просто вот мрака, тьмы, Франкенштейна, да, вот Мерри Шелли. То есть это, что это тогда? Это черная одежда, это кожа, это темные ткани, это некая такая вот мрачность в костюме, это там рваные, скажем, одежды. То есть напрямую, конечно, к готике это не имеет никакого отношения. Дорогие ткани не очень сочетаются с мировым финансовым кризисом, который будет продолжаться. По прогнозам астрологов, год дракона должен принести некую стабильность и успокоенность в финансовой сфере. Не случайно, именно в год дракона 1200 лет назад в 1812 году в Китае появились первые бумажные деньги. Не было вот этих бумажечек до 1812 года. Спасибо китайцам, они их придумали и нам подарили. А дальше была в 1544 году денежная реформа Генриха. То есть вот таки что-то связанное с деньгами нас не минует. Будем надеяться, что это все-таки реформа. Все-таки на всемирный кризис финансовый, вот такой вот смертельный, это не похоже. То есть да, болезнь будет, но она излечимая. Несмотря на угрозу войны, терроризм, катастрофы, человечество продолжает жить, надеясь на лучшее. Кто спасет мир? Кто обезвредит террористов? Конечно же, супергерой! Пришедший к нам из многочисленных комиксов, образ супергероя в этом году царствует на многих модных площадках мира. Очень характерна, в этом смысле, скажем, линейка нижнего белья компании «Дизель» и ее реклама. Реклама такая. Это такие небольшие ролики, где использованы образы самых разных супергероев. И это, конечно, выглядит очень смешно, потому что супергерой, который рекламирует нижнее белье, это, конечно, комический персонаж, а не герой, да, в таком высоком смысле этого слова. Но, тем не менее, очень характерен вот этот вот посыл. То есть, на самом деле, в основе то, что вы надеваете наше белье, и вы можете почувствовать себя, да, супергероем. Хотя это нижнее белье, оно, может быть, там никому не видно. То есть, это и яркие краски, и облегающие костюмы, и какие-то смешные вещи, такие вот абсолютно клоунские, супергеройские, и очень серьезные вещи. То есть, это супертехнологичные ткани, это высокие сапоги, это длинные плащи. Фэншуй. Сегодня многие из наших сограждан увлечены этим течением. Все по фэншую, спать ложатся по фэншую, бизнес строят тоже по нему, чтобы вход в офис смотрел не на помойку, а на гармоничный сад. Словом, куда ни кинь, попадешь в фэншуй. Что готовит нам год дракона согласно этой модной тенденции? Ну, если брать именно этого дракона, который 23 января к нам прилетит, во-первых, кто любит фэншуйские традиции, сразу скажу, что это год водяного дракона. Так что, в первую очередь, он в воде встречается. И год черного дракона. Здесь дракону повезло, потому что черный как раз и считается, классический черный и синий – это цвета воды по фэншуй. То есть, такой гармоничный год. Красный и водяной было бы как-то не очень. Поэтому, в общем-то, такой достаточно гармоничный дракон. И коли он водяной, то, наверное, не так он будет нас палить своим огнем. Вот огнетушитель всегда будет рядом на этот год. Поэтому будем надеяться, что переживем мы его без особых потерь. Хотя, все же-таки, возвращаясь к финансовым моментам, кто бы что ни говорил, но 2012 год – это как раз год всемирного нашего экономического кризиса. И, учитывая дракона, можно сказать только одно, что те, кто привык работать, кто привык полагаться на себя, и кто работы не боится, те люди, собственно, пройдут этот год без особых потерь. Да, больше напряжения будет, но таких вот потерь они не понесут. И еще хорошо будет тем, кому есть с кем объединиться. Ну, вот когда члены семьи друг друга начинают помогать, там, соседки по лестничной площадке, профсоюзы приобретут особую роль, потому что вот объединение по профессиональному принципу тоже будет иметь место. И будет вот такая взаимовыручка, взаимоподдержка. Словом, наступающий 2012 год будет в целом благоприятным. Обещанный финансовый кризис затронет Россию лишь краем. Политическая обстановка в стране будет стабильной. Из политических событий можно выделить лишь одно. Возвращение к демократической Горбачевщине, которая была не торжеством закона, а торжеством беззакония, невозможно. И все это понимают, и никто этого не хочет, за исключением городских сумасшедших. Сохранение статус-кво тоже уже невозможно. И мы это понимаем. Поэтому есть старая истина. Если ты хочешь быть впереди людей, ты должен идти с ними. Вот я думаю, что неожиданность 2012 года это новый Путин, который пойдет с большинством. Ну и самое важное событие, которого ждут не дождутся самочинные пророки. Конца света в 2012 году не будет точно. С Новым годом! С Новым годом!